Всем добрый день! Сегодня ко мне в гости приехала Наташа. Я испекла пиццу. Второй раз в жизни в своей решили попробовать. Дочь привезла, приготовила шаурму. И сегодня мы решили посидеть хорошо за столом. Но сами знаете, что всегда пиццу хочется запить колой. Вот у нас пепси куплено. Будем сегодня запивать пиццу колой. А начнем мы с шаурмы. Так, давай откроем пепси. Так, я чуть не могу открыть ее. Давай, давай, открывай. Давай с салфеткой. Я как-то в таких видео вообще не снималась. Ну, я тоже не снималась в таких видео. Ну, что сделать? Надо попробовать всякие формы видео. Пепси я вообще давно не пила уже. Но иногда сами знаете, что хочется вредненького чего-нибудь попить. Да, давно уже не пили. Вот попробуем. Сейчас вот шаурму. Пей, пей, пепси. Кашляешь. Что ты кашляешь? Вроде бы не болеешь, а кашляешь. Ну, давай пиццу попробуем шаурму сегодня. Так. Давай бери, которая нравится тебе. Ну, давай вот эту обычную. Так, ребята, я готовила шаурму. У меня здесь огурец, помидор, филе куриное. Что еще? Сыр. Да? Сыр. Что еще-то у нас там? Сейчас поедем, узнаем. Я вообще первый раз съем шаурму. Почему-то всегда, вот я ее продаю, почему-то я не покупаю никогда. Да, тут все-таки захотелось попробовать, что это за блюдо. И вот, кстати, очень вкусно. Как вкусно, так? Вкусно. Морковка по корейски, смотрю тут. Курочка. Огурчик, помидорчик. Открыла окошко, у тебя не было окошко. Открыто. Ммм, какая вкуснятина. Такая сочная, да, получилась шаурма? Да, 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 у меня даже потекла она здесь немножко. Тут здесь у нас морковка по-корейски, капустный салатик, помидор, огурец, курица и сыр. Лаваш тонкий, кстати. Вот у меня тут немножко она порвалась. Вот, ребята. Вкусная. Вкуснятина. Сегодня все едим руками. По-простому. Как положено. Пиццу всегда руками едим дома. Думаю, что это домашняя. Посиделки за столом. Ну, когда в ресторан, там мы приходим, мы же иногда... С вилкой ножом. Да, да, да. Ну, дома сами знаете, что по-простому все едим. У меня вся шаурма развалилась твоя. Укуснятина. Здесь, наверное, вилочку надо доставать. Вилочку? Да, вот у меня, видишь, она развалилась вся. Как-то это... Что в серединке? Щелочкой собрать. Вилочки-то у нас тут нету. Ешь так. Аккуратно. Ну, это у нас получилось, у тебя получилась шаурма. По-домашнему. Наша, да? Ну, а настоящей шаурме что должно быть? Те же самые ингредиенты. Единственное, что в настоящей шаурме там мясо, наверное, навертили на таком, да, они там срезают ножом. Может быть, от мяса зависит. Может быть, добавки немножко другие. Но я боюсь покупать вот у нас в городе шаурму. Ну, как-то страшно покупать, потому что неизвестно, как, из чего сделано. А тут все-таки своя. Я думаю, что если куда поедешь отдыхать, там настоящую шаурму можно поесть. Ну да, мы на море... Потому что на этом специализируются. Всегда все свежее. Мы на море, когда ездили, покупали. Сколько раз в Сочи покупали шаурму, все нормально было. Вилку бы надо. Вилки нету. А чем доесть? Ну так, ешь аккуратно-то. Тут не доесть. Бери половинку, то аккуратно ешь. Вот, потом доешь. Очень вкусная. Прям такая сочная. Даже не думала, да, что она такая сочная. Ты знаешь, почему? Да. Моя вот развалилась. Потому что ты положила очень много начинки. То есть, я начинки поменьше. У тебя была последняя, которую я готовила? Да. Зато тут очень много всего. Прямо нереально вкусно. Надо потом самой сделать мне тоже. Ну, попробуешь, да. Делается очень легко, да? Начинку сделаешь в духовку. На минут сколько мы? Минут 10 держали. Да. С одной и с другой стороны все. Но я не люблю сильно зажаристую, чтобы вот крайчик был не сильно зажаристый. Иначе он жуется так тяжело, как-то. Знаете, очень-очень сытное блюдо. Очень. Вот я еще ее не доела. И у меня уже такое чувство, что как будто я уже наелась. Ребята, у нас еще пицца. Или, не знаю, мы пиццу-то съедим с тобой. Поедим с тобой пиццу тоже. Очень вкусно. Ты про юг начала рассказывать. Ну, это полноценный ужин, да, можно сказать? Да, да, да. Полноценный ужин. Ну, ты про юг начала рассказывать, что ты так не рассказала. Нет, я сказала, что на юге шаурму мы пробовали. В принципе, от домашней она не особо отличается. Ну, наша получается более сочная все равно. Ну, буду теперь к тебе на пиццу приезжать. Почаще приходить в гости. На пиццу. Дома-то я все худею. Ничего себе не позволяю. А тут раздолье желудку. Неделю дома диету соблюдаю. В выходные к тебе приезжаю. И отъедаюсь. Вкуснятина. Да, я сегодня. Очень аккуратно поела. Ты у меня есть салфетка. Все, давай. Я на праздник не живота. Да. Соли хорошо, да? Всего нормально. Раньше все пекли пироги. А теперь все перешли на другую немножко еду. Время все совмещается. Саурма, пиццы. Так что... Изменилась жизнь. Изменилась пища. Да. Спасибо тебе, Наташа, за шарома такую вкусную. Сейчас попробую пиццу мою. Ммм. Надо это... Давай-ка потом доеху. Ммм. Ты раньше вообще получается шарму не ела никогда? Нет, я первый раз вообще ее ем. Вообще первый раз шарму ешь? Вообще первый раз ем шарму. Да зачем? Никогда не ела. Так что очень понравилось. Мне. Думаю, что буду делать теперь шарму. Бежи пиццу. Вот две пиццы у нас тут стоят больших. Это... Эти две пиццы у меня получились из той же порции, что я делала в прошлый раз. Такая пицца. Да. Получились. В этот раз у меня тост и тесто тоненькое. Немножко я других здесь сделала добавок. Ну, бери. Ну, а что пока? Ты ешь? Майонезы сюда добавила. Колбаску другую положила. Тесто как делала? А тесто я делала... У меня есть блог, заходите на блог, где я рассказывала рецепт этого теста. Вот. Кому интересно будет. Вот. А в этот раз у меня тесто тоненькое получилось. Делала две пиццы большие. Положила колбаску другую. Майонеза добавила. Сыр немножко другой. И сейчас вот попробуем, какой у нас получился вкус у этой пиццы. Ну как? Вкусно. Вкусно? Угу. Вкус немножко не такой. Из-за майонеза, наверное. У той пиццы был поострее пикантный такой вкус. Из-за колбасы. Потому что колбаса была охотней. Сейчас с приправами разными. А здесь другая колбаска, поэтому вкус другой. Угу. Тесто тоненькое, как положено для пиццы. Так что сегодня пицца удалась. Я думаю тебе понравится. Сейчас попробуем. То есть каждая пицца отличается колбасой, да? Разновидностью колбасы. Да, да, да. Это у тебя с какой колбасой? С круглой колбасой? Это экстра. Экстра колбаса полукопченая. А там литовская. Литовская копченая? Да, литовская полукопченая колбаска. Вот. Попробуем еще ту. А производитель чей? Ой. Не помнишь колбаски? Даже не помню. Одна, по-моему, ароматная какая-то, да? Вроде бы круглая, ароматная. Да, экстра. Я думаю, что... Шурма вкусная. Делать пиццу дома, получается, намного дешевле, чем покупать, заказывать. Даже крошки. Чем заказывать. Ну, у нас как? Вот я... Маслины у меня были куплены в прошлый раз. Два дня назад, да? Да. Помидоры тоже были куплены. Я докупила только колбасы. Докупила сыра немножко. И купила кетчупа. И все. У меня считаешь, что это... Каждая пицца на заказ. Да. Маленькая, где-то 40 сантиметров стоит. У нас где-то в рубли 500, наверное. Большая, где-то до 600. То есть тысячу рублей. Мы тут очень сэкономили хорошо. Немножко подостыла. Ничего. Да, вкусно. Ну, вот сегодня уже у меня получилась как настоящая пицца тоненькая. Тоненькая. Да. В прошлый раз у меня была толстовата. Да. Ну, как тебе на вкус? Угу. Нравится? Такая соленоватая, да, за счет маслин? Вот колбаса соленовата. Угу. Ну, с такой полковченой колбасой всегда получается немножко такой вот вкусу пиццы. Насыщенный такой. Вкусная. Придется после наших посиделок зато сделать ритмик очень. Гимнастику ты обещала, да? Да, я обещала гимнастику. Угу. Будем калории после пиццы и после шаурмы смешать. Какого ты тренера смотришь? У меня фамилию не помню, девочка молодая. Угу. Обещаю все-таки я ритмику вам показать. Мне понравится. Угу. Пепси еще найдя, пожалуйста. Бери еще кусок. Теперь то он возьмем, мы попробуем. Угу. Покажи кусочек-то. Ох, какой кусочек хорошенький. Замечательный. Попробуем эту. Ну как? Есть отличия? Здесь немного другой вкус. Да. Попробую тоже. Но у меня что сегодня все равно шаурма как-то возошла, так прямо. Душевно. Пицца тоже вкусная. А потому что шаурма вот такая большая, она, конечно, ей наелась уже. Ну да. Раз мы начали пиццу печь. Я начала, я думаю, что теперь начну печь с грибами, попробуем. Да. Там другие есть варианты пиццы. Сегодня грибов не было, поэтому сделали такой вариант. Я к тебе на следующий выходной приеду, привезу эти вареники с грибами, манты с сыром сулугуни, правильно сулугуни? Да. С сыром сулугуни, потом манты свинина-говядина, потом и цветные пельмени с натуральным соком. Я сделала, привезу в следующий раз попробовать. Вы знаете, уже такое чувство насыщения. Это вообще что-то. Уже такое чувство, что мы съели весь стол и сидим. Вот что значит, вот такая вот эта пища калорийная. Да, тяжеловато. Тяжеловато. Ну что, попробую сейчас тоже еще тогда кусочек один вот такой. Да, вкус другой, кстати. Я говорю, другой вкус совершенно. И мне даже вкус понравился вот этот больше, чем вот первый. Первая очередь соленоватая такая, прям соленоватая. Такая пацанная на соленоватая. А здесь она такая прямо вот, да, с этой вот вкуснее. Очень вкусно. Бомба. Бомба. Думаю, теперь будем часто собираться на пиццу. На шаурму, на пиццу. Да не только. Начнем печь пироги. Я думаю... И худеть не получится. И худеть не получится у нас. Главное, чтобы времени не хватило на все на это. Времени мало. Ну и пицца. Трудно не соблазниться этой пиццей. Дорогие друзья, сами себя мы сегодня порадовали. Ну вот. Можно так вот себе создавать. Приятный вечер. Да, приятный вечер, хорошее настроение. Время еще пять часов. Да. Посидеть. Вот так хорошо. Пообщаться. Поговорить. Замечательно. Думаю, что сейчас в наше время в это дах. Самое милое дело. Дети приехали, посидеть с ними за столом. Пообщаться. Очень вкусно. Очень все вкусно было. Что больше шаурмы я не хочу. Пиццу тоже сейчас вот эту доем. Мне тоже наелось уже. Столько многое на вечер есть вредно. Да. Ничего. У нас есть кому покушать еще. Да. Все угостят с этой едой. Я думаю, все будут. Довольны. Довольны. Очень. Завтра где планути? Завтра планы. Завтра у нас воскресенье. Завтра воскресенье. Мы зато на лыжах пойдем. Кататься. Мне надо светильник купить мужу. Комнату. Завтра пойдешь? Да, поеду. Завтра за светильником. Посмотрю. Пройдусь. Список огромный у меня. Для дачи товара купить. Поэтому потихонечку готовиться. Что? Дело много. Дело много очень. Я думаю, на этом мы попрощаемся. Ну да. С нашими дорогими друзьями. Заходите на канал. Ставьте лайки. Пишите комментарии. Подписывайтесь на канал. И всем, кто сидит сейчас за столом. За хорошим. Приятного аппетита. Приятного аппетита. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok